Водитель научной экспертизы Ланса Биоденчес, кандидат клинических наук, а также автор и редактор научно-популярного портала «Биомолекула». И сегодня мы поговорим об очень интересной теме, про лекарства для мозга и успехах фармацевтики в этом направлении. Илья, передаю тебе слово. Елизавета, спасибо большое. Всем привет. Привет. Очень интересная и столь же необъятная тема. И я, когда начал к ней готовиться, даже несколько растерялся, потому что, кажется, как можно в рамках одной лекции рассказать про вот это вот все. Но мы сегодня попробуем. И помогло мне очень сильно то, что сейчас на «Биомолекуле» как раз выходят статьи спецпроекта, посвященные нейрофармацевтике. Из них три уже вышло и планируется еще несколько штук. А я являюсь редактором этого спецпроекта. Поэтому лекция будет построена примерно по такому же плану, как выходят статьи спецпроекта. То есть они будут разбиты по группам заболеваний. Сейчас ознакомимся с планом лекции. Все вопросы, пожалуйста, пишите в чат. В конце обязательно постараюсь на них ответить. И еще сразу небольшой дисклеймер. У меня нет медицинского образования. Так что сразу прошу меня извинить, если какие-то термины с медицинской точки зрения будут неточны. Или перевод каких-то терминов будет неточен. Я с удовольствием и пониманием отнесусь, если вы меня в конце поправите, к примеру. Давайте начнем. В целом, если рассматривать весь ландшафт разработки лекарств для центральной нервной системы, они занимают одно из первых мест в пайплайне компаний. Пайплайн – это то, что находится в разработке компании, еще не вышло на рынок. И, естественно, среди вышедших на рынок их тоже очень много. Но область эта совершенно особенная, потому что мозг, как известно, самый сложный объект, может быть, самый сложный объект во Вселенной, но уж точно самый сложный орган человеческого мозга, человеческого организма. И поэтому разработка лекарств против ЦНС для лечения болезней ЦНС особенно сложна. И некоторые ее области сопряжены с таким количеством неудач, что иногда буквально руки опускаются. И у некоторых исследователей и инвесторов типа нас это вызывает некоторый пессимизм. Однако в других областях это компенсируется все-таки оптимизмом, потому что видишь, что многое и удалось сделать. Особенно за последние 30 лет примерно. Ну, перейдем к плану лекции. Вот так вот постепенно я постараюсь пройти по всем указанным заболеваниям. И про причины успеха и причины неудач, про перспективы буду говорить, в общем-то, в каждом разделе отдельно. Ну и потом в конце подведем некоторые итоги. Давайте начнем с нейродегенеративных заболеваний, на которые направлено больше всего, наверное, внимания в обществе. В связи с тем, что в развитых странах население стареет, и люди стали доживать массово до нейродегенеративных заболеваний. То есть, благодаря успехам в лечении сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, все больше и больше людей начинает умирать не от них, а от болезни Альцгеймера и других распространенных заболеваний нейродегенеративного толка. Вот прекрасная иллюстрация Лены Беловой как раз к статье спецпроекта про эти заболевания. Здесь перечислена часть нейродегенеративных заболеваний. О некоторых мы поговорим поподробнее, о некоторых вкратце. А рассеянный склероз и инсульт здесь в скобочках. Это не потому, что мы про них не будем говорить, а потому, что мы про них поговорим чуть позже в отдельном разделе. И при рассеянном склерозе, и при инсульте происходит, безусловно, нейродегенерация, но рассеянный склероз, его патогенез обусловлен аутоиммунными причинами, и там очень большая аутоиммунная и воспалительная компонента, поэтому мы будем рассматривать его отдельно. И в инсульте тоже самое. Причина – это либо тромбоз, либо кровотечение в мозге, поэтому рассмотрим его отдельно попозже. Ну, болезнь Альцгеймера – огромная социальная проблема, и, к сожалению, заболевания не только смертельные и тяжелые очень для тех, кто им страдает, и для близких, но и для разработчиков лекарств. Это буквально могила для разрабатываемых препаратов. Всего было подсчитано, что за последние 20 лет в разработке находилось что-то в районе 250 препаратов. Из них практически ничего не было одобрено. Из того, что было, ничего особенно эффективного. Значит, здесь в разделе «Одобренные препараты» первые два пункта – это препараты, которые были одобрены еще в 20 веке или в начале 21-го. Затем идет «Адуканумаб» курсивом. Сейчас поговорим почему, потому что он был сначала одобрен, потом отозван с рынка. И недавно одобренный «Адуканумаб». Как мы видим, по механизмам действия чего только не пробовали. Перебрали различные модальности, различные механизмы действия. Под модальностями понимается, к какому типу препаратов относятся лекарства. Типичные модальности – это низкомолекулярные вещества, то есть малые молекулы, биопрепараты, то есть антитела в основном и ферменты. РНК, например, пептиды, вакцины, генная терапия, клеточная терапия – это все примеры различных модальностей. Так вот, пробовали всякое, и все проваливалось. Кстати, расскажу случай, который я анализировал больше 10 лет назад. Был такой препарат «Демибон», который был разобретен в Советском Союзе, применялся там как антибистаминный препарат, и вроде как показывал какую-то способность противостоять нейродегенерации, и поэтому был лицензирован компанией Pfizer. А, да, и в России было проведено исследование по болезни Альцгеймера, чисто российское, второй фазы, то есть на относительно небольшом количестве пациентов, там со строгим отбором, и были показаны потрясающие результаты. То есть в группе плацебо наступило в среднем ухудшение по определенной шкале Альцгеймера, а в группе Демибона улучшение, причем, ну, такое заметное, по сравнению с базовой линией. Водушевленный Pfizer это лекарство лицензировал и провел большое исследование третьей фазы, международное, многоцентровое, и результат оказался нулевым. Вот я анализировал причины, почему так происходило, и эти причины очень показательные, почему это произошло. Ну, компания, как всегда, заявила, что это довольно частая такая отмазка, так скажем, что плацебо-группа слишком хорошо себя показала в исследовании третьей фазы. То есть и там, и там наступили небольшие улучшения, как бы это смазало эффект препарата. На самом деле, судя по всему, препарат просто не работает в этой болезни, как и все остальные протестированные. Но почему же тогда он во второй фазе так хорошо себя показал? Там, например, есть такая причина возможная, что было нарушено ослепление. А когда вы измеряете по шкале, по такой субъективной шкале, где человек заполняет опросники, или врач даже заполняет опросники, даже если ослеплено исследование, очень важно не допустить разослепления, потому что шкала – это довольно субъективная вещь. А здесь во второй фазе людям давали вместо таблеток порошок. И оказывается, что он вызывал онемение языка и горький вкус во рту, в то время как плацебо-порошке такого не было. И поэтому, скорее всего, люди, которые принимали препарат, понимали, что они действительно принимают препарат, и это каким-то образом влияло на результат. В принципе, то, что ослепление критическим образом влияет на результат, это было показано неоднократно, причем в том числе и на животных. Поэтому очень важно и в доклинических исследованиях ослеплять исследователей, насколько это возможно, хотя бы тех, кто измеряет результаты, потому что к доклиническим исследованиям нужно относиться так же практически строго и внимательно, как к клиническим. Так вот, долгое время болезнь Альцгеймера господствовала амилоидная гипотеза. С тех пор, как были обнаружены амилоидные бляшки у больных болезнью Альцгеймера, было сделано предположение, что их устранение может привести или предотвращение их образования может привести к улучшению течения болезни или хотя бы к торможению развития. И эта гипотеза на мышах себя доказала еще в начале 2000-х. То есть в начале 2000-х мышей уже удалось чуть ли не вылечивать от смоделированного Альцгеймера. Результаты на мышах получаются просто потрясающие. Они там чуть ли не читать учатся от всяких новых препаратов. Но во всяком случае они очень хорошо выполняют все тесты, у них действительно уходят амилоидные бляшки и так далее, и так далее. Но проблема в том, что мыши, мы будем еще не раз к этому возвращаться, что доклинические модели во всех заболеваниях мозга очень плохо моделируются на животных. И поэтому их даже называют мохнатыми пробирками, в шутку, потому что мозги мышей все-таки довольно сильно отличаются от человеческих. Они гораздо меньше по размеру. Там, в частности, нейрогенез происходит более активно. Мыши живут короче. И еще есть такая проблема, что в исследованиях используют молодых линейных мышей. А это совершенно не соответствует человеческой ситуации, где лечат потом пожилых и очень гетерогенных людей с различными коморбидностями, с сопутствующими заболеваниями. Так вот, пытались и ингибировать бета-секретазу, которая отвечает за разрезание белка-прекурсора. И, естественно, убирать сами амилоидные бляшки с помощью антител, в частности. Антител вышло в третью фазу немеренное количество, там под 10 различных штук. И они начали проваливаться еще в конце 2000-х годов, в начале 2010-х. И как бы казалось, что амилоидную гипотезу уже можно похоронить. Но некоторые компании продолжали упорно в этом направлении работать, в частности, компания Biogen, когда уже все отказались от этих антител. А дело в том, что провалы, опять же, там во второй фазе, оно показывает какие-то результаты, вот как Деми Бон, про который я говорил. Потом переходит к третьей фазе, в масштабных исследованиях результат ноль. Следующее, то же самое. Потом компания говорит, надо набирать пациентов более ранних, у которых еще не успел развиться сильный нейрологический дефицит. Набрали более ранних, еще более дорогое исследование, потому что за ними дольше следить, нужно больше людей, все равно проваливаются. То есть туда были закопаны миллиард долларов, все это провалилось. И, наконец, Biogen, тоже у них Адуканумап, в 2019 году, по-моему, были опубликованы данные по двум исследованиям третьей фазы, оба не достигли конечных точек. И все, казалось бы, можно на этом историю закрывать, но нет. Они провели дополнительный анализ, так сказать, покопались в своих данных, повернули их таким способом, что принесли их в FDA и сказали, вот смотрите, у нас вот в этой подгруппе все-таки есть небольшое улучшение, а главное, что препарат действительно удаляет бляшки. Было заседание экспертного совета FDA. Это независимые эксперты, которых в сложных случаях просят высказаться и проголосовать. Эксперты проголосовали против одобрения Адуканумапа, против того, что он достаточно безопасен, достаточно эффективен, и что соотношение эффективности и безопасности его им не понравилось. И, несмотря на это, FDA выдает препарату условное одобрение. Условное – это значит, что препарат выходит на рынок, продается, но должны продолжаться клинические исследования, которые докажут его реальную пользу. А в данном случае он одобряется на основании снижения бета-амилоида. Препарат одобрили, и это вызвало скандал в FDA. То есть вот эти эксперты независимые, некоторые из них уволились и перестали с FDA сотрудничать. Более того, если заглянуть в экспертные отчеты по препарату, то видно, что даже сами чиновники FDA, научные сотрудники, которые делали экспертизу, среди них мнения разделились. То есть клинический эксперт был скорее за, так осторожно, а, например, эксперт по статистике сказал, что нету никаких статистических оснований для того, чтобы одобрять препарат. Это прямо написано в экспертном заключении. Тем не менее, его одобрили, потому что, ну, объяснение два. Либо эксперты FDA считают, что действительно нужно хоть что-то пациентам, либо речь идет о банальной коррупции, там до сих пор это причем расследуется. Пока не очень понятно, что на самом деле произошло. И препарат вышел на рынок. Компания на него задрала, это, ну, как же, первое одобрение по болезни Альцгеймера там за 30 лет, тем более с новым механизмом действия. Она сразу поставила на него ценник больше 50 тысяч долларов, типа 52 тысячи в год. И произошел следующий, тоже беспрецедентный, скандальный случай, американская организация Медикер, которая должна покрывать страховкой для пожилых этот препарат, отказалась его покрывать страховкой. Такого, пожалуй, не бывало раньше, потому что, как бы, это решение FDA выводить препарат на рынок, оценивать баланс пользы и риска, и так, чтобы Медикер своими, как бы, выступил против FDA, такого не бывало, но, тем не менее, они сказали, что с их точки зрения они не видят положительного баланса пользы и риска, и поэтому не будут покрывать его страховкой. В итоге препарат не продавался, компания снизила на него цену в два раза, и потом вывела с рынка совсем, потому что он все равно не продавался даже за вдвое меньшую цену. Но Байджин не растерялся, потому что у них вместе с компанией ASA был в пайплайне следующий препарат, ликанемаб. Они все немножко отличаются, они действуют на разные эпитопы вот этих вот протофибрил, олигомеров, а бета, как здесь показано на картинке, и поэтому есть надежда, что один не сработал, значит, сработает другой, плюс еще каждый из них там лучше прежнего проникает через гематенцифалический барьер. Илеканемаб – это был первый препарат, который показал действительно разницу с плацебо. То есть он формально, по крайней мере, достиг конечной точки своего исследования. Правда, разница эта оказалась в полбалла, меньше, чем полбалла по шкале из 18 баллов. Ее, правда, в пресс-релизах и в прессе изображали как разницу на 27%. Это действительно разница на 27% в относительных величинах, а в абсолютных баллах – это 0,45 балла. То есть многие эксперты говорят, что в реальной жизни эту разницу почувствовать будет сложно пациентам. Но, тем не менее, он был зарегистрирован, продается, более-менее вроде как покрывается страховкой, но вот сейчас как раз идет процесс его выхода на рынок. Посмотрим, что будет дальше, насколько он будет действительно пользоваться успехом. здесь можно было бы сказать, ну, что такого, выпускайте на рынок, если страховые готовы платить, хоть какая-то польза будет у пациентов с альцгеймером, которые действительно в отчаянии после постановки такого диагноза. Было бы все хорошо, если бы эти препараты были безопасными. Но, к сожалению, это не так. У ликономаба и у адуканумаба есть неприятные, нежелательные явления. Это ария, так называемое явление. Вот здесь слева написано проценты. У ликономаба значительно меньше, чем у адуканумаба. Но все равно это отеки и другие мозговые явления, видимо, связанные с тем, что само удаление амилоидных бляшек приводит к нарушению васкулатуры мозга. И это может повысить проницаемость сосудов и в итоге в тяжелых случаях даже привести к смерти. То есть известно несколько случаев смерти пациентов и в клиническом исследовании, и за его пределами. Поэтому препараты этого класса не совсем безопасны. И здесь, опять же, возникает вопрос пользы и риска. Но вот FDA решил в данном случае в пользу ликономаба. И следующий препарат из этого класса Донанамаб, он показал еще лучшее свойство, чем у ликономаба, но еще пока не принято решение о его одобрении. Как раз сейчас на рассмотрении находится. Это все, чем может похвастаться разработка лекарств в области болезни Альцгеймера. Значит, почему все так плохо? Часть причин мы уже обсудили. Ну, конечно, в первую очередь это то, что болезнь Альцгеймера это не столько заболевание каких, связанное с какими-то отдельными мишенями или нарушением каких-то отдельных белков или сигнальных путей внутри клеток, это, конечно, заболевание целых клеточных ансамблей, потому что мы видим нарушения и психики, поведения и когнитивные нарушения. И это, конечно, пока что для фармацевтики темный лес, потому что фармацевтика привыкла к, ну, в целом парадигму разработки лекарств, она отталкивается от молекулярного механизма действия и от мишени. Во многих заболеваниях это очень плодотворный подход, но, видимо, для мозга нужен какой-то следующий уровень подхода к сложности этой системы. Потом, конечно, гематенцифалический барьер является большой проблемой. Есть разные способы его преодоления, про это уже вышла тоже статья на биомолекуле отдельная, но в общем случае эта проблема не решена пока, то есть это в каждом конкретном случае искусство и вопрос во многом удачи. и вообще если, скажем, разработка лекарств, почему такие прямо ощутимые успехи во многих онкологических заболеваниях наблюдаются? Потому что, возможно, рациональная разработка лекарств. Вы берете мишень, вы понимаете патологию, патогенез заболевания, находите мишень, воздействуете на нее, доказываете в доклинических исследованиях, что это воздействие приводит к желаемому результату, и все равно процент провалов там 90 и более процентов в клинике по всяким непредсказуемым причинам. Здесь дело гораздо хуже, потому что патогенез заболевания непонятен, доклинические модели плохие, и в общем разработка во многом вопрос случая. Плюс на это накладывается то, что все торопятся перейти к клиническим исследованиям третьей фазы, я имею ввиду Big Pharma торопятся, да и маленькие компании, лишь только получили какой-то сигнал во второй фазе, да и более ранних, в раннем случае на мышах получилось, все пошли в клинику, там попросили еще денег на проект, пустили все в клинику, то есть слишком много проходит на дальнейшие этапы таких соединений, таких подходов, которые можно было бы отклонить и чью остановку можно было бы прекратить раньше, не тратя время и деньги, но слишком велико желание показать хоть какую-то эффективность в третьей фазе и занять кусочек этого очень естественно соблазничного рынка, это многие десятки миллиардов, если что-то будет работать. И поэтому дизайн клинических исследований оказывается неоптимальным. Много раз анализировалось, что в третью фазу набираются не такие пациенты, как во вторую и вообще не такие пациенты, на которых это будет работать. Используются неправильные конечные точки, с биомаркерами тоже все очень плохо, то есть очевидно, ну, например, амилоидная гипотеза. почему можно, в общем-то, догадаться, что она точно не совсем верна? Потому что есть довольно много больных, ну, определенный процент больных с Альцгеймером, у которых амилоиды нет, и наоборот, те, у которых постмортом обнаруживают амилоидные бляшки, а болезни Альцгеймера у них не было. то есть это не, даже корреляции тут нет, не говоря уже о причинно-следственной связи. Ну, в смысле, она есть, но не очень строгая. Но, конечно, опускать руки рано, и поэтому по болезни Альцгеймера огромное количество разработок. Следующая гипотеза, это тау-гипотеза, это еще один белок, который образует агрегаты, и на него направлено очень много усилий, некоторые уже, конечно, провалились, вот. Следующий интересный подход, это модуляция микроглии. Сейчас есть несколько компаний, это как раз подход, который мне кажется довольно перспективным, потому что очевидно такая неадекватная активация микроглии по неправильному пути, так скажем, она играет важную роль во многих нейродегенеративных заболеваниях, это было очевидно уже давно, и сейчас наконец придумали, как на нее воздействовать, там есть рецепторы, которые вроде как переводят, воздействие на которые переводят микроглию в более здоровое, так скажем, состояние, семаглутит. это все пока первые фазы клинических исследований, так что время покажет. Семаглутит вездесущий показал сигнал эффективности во второй фазе, но как мы уже поняли, очень осторожно нужно относиться к таким сигналам, однако Новонордиск уже запустил третью фазу по болезни Альцгеймера, довольно скоро, я думаю, мы узнаем настолько ли всемогущ семаглутит, как некоторым кажется, или нет все-таки. Конечно, очень много попыток и было, и есть лечить с помощью клеточной и генной терапии болезни Альцгеймера, мы позже в других показаниях поговорим о том, как это примерно делается, но можно сказать, что многие клеточные подходы уже провалились, конечно, пытались стволовыми клетками лечить, мезонхимальными, нейрональными стволовыми клетками нет успехов пока. Нейротрофный фактор, казалось бы, простая идея, должна заработать нейрорегенерация, потому что они именно для того в организме существуют, и BDNF, там, GDNF и другие нейротрофные факторы доставляли разными способами, и с помощью генной терапии, и просто белки, там, как только ни пытались, тоже ничего не получается. Вот, есть, конечно, попытки с помощью антисенсов воздействовать на различные мишени, и вакцинация, например, вакцинация против амилоидного белка, была такая идея, против тау-белка, до сих пор в разработке, но это все пока варится вот в таких начальных фазах клинических исследований. Вот, на этом мы завершаем с болезнью Альцгеймера и переходим к следующей очень распространенной нейродегенерации болезни Паркинсона. Сейчас, одну секундочку. Болезнь Паркинсона безусловно связана с деградацией в первую очередь дофаминергической системы, поэтому стандартом терапии тут является леводопа и различные препараты, которые добавляются к ней, чтобы увеличить ее эффективность, снизить нежелательные явления от нее и продлить время, которое пациенты могут ее принимать, но, к сожалению, это все такая симптоматическая терапия и тоже было очень много попыток разработать что-то воздействующее на патогенез, например, для болезни Паркинсона характерное отложение альфа-симоплеина тоже в виде таких агрегатов плохо растворимых антител против него не сработало, пытались такой аналог симоглутида более ранее использовать агонист GLP-1 рецепторов тоже не помогло, ну и, конечно, при любых нейрогенерациях, вообще при любых болезнях мозга пытаются использовать различные антиоксиданты воздействовать на разные рецепторы, пока что ничего из этого не сработало, ну вот, есть некоторые разработки, которые улучшают симптоматическую терапию, это вот первые три пункта, замедленное освобождение, перорально-ингаляционные формы, это все важно, но это не ведет к патогенетическим улучшениям, а вот, конечно, генная клеточная терапия здесь дает некоторые основания для осторожного оптимизма, так скажем, в частности, например, есть компания BlueRock, которая разрабатывает клеточную терапию, это эмбриональные стволовые клетки, которые дифференцированы в дофаминологические нейроны, их вводят в мозг и первые там полтора десятка, по-моему, пациентов пролеченных у них эффект сохраняется уже два года и компания продолжает разработку довольно многообещающий способ регенеративной медицины. Здесь упрощенная схема патогенеза болезни Паркинсона, тут можно увидеть на ней в частности альфасинуклеин и его его отложения, значит, и это скорее про деменцию с тельцами леви, вот тельца леви изображены, и различные способы воздействия, но опять же, эта схема на таком клеточном уровне и видно, что все попытки вот пока что воздействовать на какие-то отдельные звенья внутриклеточных сигнальных путей, это такой очень механистический подход, он может помочь с симптомами болезни, но он, конечно, не воздействует на саму причину заболевания, потому что она, в общем-то, непонятна, и, естественно, он не может помочь восстановить утраченные нейроны, да и, в общем-то, сильно затормозить развитие болезни тоже. Да, я, кстати, оговорюсь, я здесь вообще практически не упоминаю не лекарственные подходы к лечению болезней. Между тем, для людей с тяжелым паркинсонизмом есть опция глубокой стимуляции мозга, но это, конечно, такая тяжелая очень процедура и подходит только для самых тяжелых пациентов. И вот, например, есть новая мишень, против которой еще не провалилась разработка, это белок LRRK2, киназа, которая как бы в центре событий по метаболизму липидов находится по агрегации альфсинуклеина и пока что препарат продвигается в клинике и показывает неплохие данные в ранних клинических исследованиях, но посмотрим, подтвердятся ли они в более поздних клинических исследованиях. И, наконец, один из примеров генной терапии болезни Паркинсона это терапия аденоасцированным вирусом, несущим ген фермента, который превращает глутамат в гамма-аминомасляную кислоту и тем самым нормализует несколько сигнальные пути, пораженные из-за деградации дофаминергического пути сигнализации. Вот полученные пока что результаты на небольшом количестве пациентов, но пока что многообещающие. Опять же, нужно время, чтобы дождаться увидеть, заработает это или нет. Следующая нейротегенерация, которая тоже очень плохо лечится и против которой почти ничего нет, это болезнь Хантингтона. Я напомню, она связана с тем, что в белке Хантингтине образуется аномальное большое количество триплетов, в гене, который кодирует Хантингтин, аномальное большое количество триплетов, что приводит тоже к нейровоспалению, образованию агрегатов и и в итоге к нейродегенеративным процессам. Значит, здесь в принципе провалившихся препаратов гораздо больше, просто это из современных подходов от антисенс против Хантингтина, который, казалось бы, достаточно такая простая идея, вы вводите антисмысловой олигонуклеотид, он мешает образовываться избыточному количеству Хантингтина и человек должен в итоге почувствовать себя лучше, но нет, препарат в разработке провалился и теперь надежды возлагаются на следующие подходы, это генная терапия компании Unicure, это опять же аденосцированный вирус, который как вектор несет в себе МРНК, которая должна привести к образованию более нормального белка Хантингтина с помощью альтернативного сплайсинга, как показано на рисунке, но, к сожалению, первые клинические данные, которые поступили от компании, не слишком понятны, то есть там не, ну, когда происходит фармакодинамически, видно, что препарат действительно там доходит до мозга и делает то, что нужно, но это, во-первых, пока что слишком мало времени, чтобы сказать, что это выражается в улучшении состояния пациентов, а во-вторых, есть там маркер нейрофиламент, который маркер деградации нейронов, и данные по нему смешанные, то есть там в низкой дозе, например, меньше почему-то нейрофиламента было, чем высоко, это всегда очень подозрительно, и поэтому высокий риск, что эта разработка тоже окончится неудачей. Хотя это очень жалко, потому что компания Unicure, ну, лично у меня к ней очень такое теплое отношение, это компания, которая первая добилась одобрения генотерапевтического препарата в Европе еще в 2013, если не путаю, году, правда, из-за очень малого количества пациентов и высокой цены он был выведен с рынка, но компания продолжила, в итоге сделала препарат по гемофилии B, который продала компания CSL Beering, и он сейчас недавно был одобрен, и с помощью одного укола позволяет вылечить гемофилию у примерно 90% пациентов. Это, конечно, очень крутое достижение. И, к слову сказать, один из основателей компании, с которым я встречался лично пару раз, он же стоял у истоков одного из первых моноклональных антител ретуксимаба. Очень такая крутая личность. Компания PTC разрабатывает такой интересный подход малую молекулу, которая модифицирует сплайсинг МРНК гена, который кодирует хантинтин, и приводит к образованию более нормального белка, и было уже показано, что хантинтин в цереброспинальной жидкости снижается, и есть некоторая тенденция к снижению нейрофиламента, но пока тоже такая не очень четкая. Так что тоже посмотрим, что здесь будет происходить. Так, переходим к следующему заболеванию. Речь идет о боковом амиотрофическом склерозе. Я, кстати, не предупредил, я не буду останавливаться на патогенезе этих заболеваний, распространенности, эпидемиологии, диагностики, потому что мы тогда ничего не успеем, просто-напросто кто не знает, может почитать про это отдельно, либо задавайте какие-то самые насущные вопросы в конце лекции. Здесь речь идет не совсем о центральной нервной системе, потому что это деградация моторных нейронов, но это его традиционно объединяет с другими нейродегенерациями, в том числе его объединяет то, что никак не удается разработать ничего действующее против него. Сейчас расскажу. есть буквально два препарата, которые одобрены по этому показанию, они не слишком эффективны, то есть рилузол оба с таким неясным механизмом действия, рилузол буквально продлевает жизнь на несколько месяцев, а прогнозы при болезни довольно плохие, то есть достаточно быстро после постановки диагноза наступает деградация в течение иногда двух-трех лет, то есть вот этот случай Стивена Хокинга, который прожил за 70, он совершенно уникальный и не очень понятный. И третий препарат, который был одобрен, это доферсен, он здесь нарисован курсивом, потому что он был одобрен по, опять же, вот ускоренно по биомаркерам, это антисмысловой олигонуклеотид против белка против белка СОД-1, это причина там от 5 до 20 процентов, смотря, как считать, болезни боковой амитрофический склероз, то есть в белке мутация, которая приводит к накоплению токсического белка, что вызывает деградацию моторных нейронов, и антисмысловой олигонуклеотид препятствует трансляции белка и трансляции МРНК, и таким образом белок накапливается. Показано, что действительно не происходит накопления белка, но еще требуются данные, в общем-то, по выживаемости пациентов, и если компания не предоставит такие данные, то препарат будет выведен с рынка. Вот то же самое случилось с препаратом Реливрио компании Амелекс, это был очень такой печальный случай, значит, со взлетами и падениями, я расскажу поподробнее эту историю, это сочетание двух давно известных веществ фенилбутерат натрия и таврорсодиол, каждый из которых, ну, там есть такие гипотетические механизмы действия, что они улучшают энергетический баланс клетки, сохраняют митохондрии, когда начинаются вот такие разговоры о сохранении митохондрии, это означает, что механизм действия не ясен на самом деле, потому что точно неизвестно, в общем-то, какая молекулярная мишень, однако и доклинические данные были хорошими, и в клинике было показано, что вот так вот разошлись клевые выживаемости, однако когда компания подала досье в FDA на регистрацию препарата, FDA отказала, потому что сказала, что нет, это недостаточное расхождение кривых, типа понаблюдайте подольше, а потом приносите. Здесь начались протесты пациентского сообщества и какое-то давление, в общем-то, на FDA, такое иногда бывает, потому что больным хочется, чтобы было хоть что-то одобрено и покрывалось страховкой. Все-таки небольшой шанс на улучшение есть. И компания тоже проанализировала данные еще раз и провела моделирование, которое показало, что если тенденция сохраняется, то препарат способен продлить жизнь на несколько лет, года на четыре, допустим, в среднем. И в конце концов FDA сдалось и выдало одобрение препарату, был устанавливан ценник 150 тысяч долларов, это редкое заболевание, и препарат поступил в продажу, и буквально вот в марте-апреле этого года были опубликованы результаты третьей фазы, которые, к сожалению, не показали никакого эффекта на обживаемость. То есть эта модель оказалась неверной, компания очень извинилась перед всеми, перед пациентами и сообществом и вывела препарат с рынком. Вот так эта история закончилась, к сожалению. Есть компания BrainStorm, которая пытается мезонхимальными стволовыми клетками лечить боковой аммиотрофический склероз, но там данные вообще неубедительные. Вот, ну и еще пара препаратов тоже с таким совершенно гипотетическим механизмом действия провалились. То есть это очень, конечно, сложное показание для лечения. Но в разработке огромное количество всего. Это и клетки, это и различные противовоспалительные препараты, воздействующие на нейровоспаление, на митохондрии. Ну здесь, как я уже сказал, половина вот этих всех подходов, которые здесь изображены, они уже провалились. Поэтому пессимизм здесь довольно большой, что получится что-то сделать. Хотя вроде как патогенез кажется более понятным, более таким локальным, я бы сказал, по сравнению с Альцгеймером, с Паркинсоном, но тем не менее легче от этого не становится. То есть такое впечатление, что если вот эта дегенерация запущена, то ее уже затормозить и тем более повернуть спять не удается. Очень распространенное оказалось заболевание лобно-височная деменция. Чуть ли не вторая деменция распространенности после болезни Альцгеймера, ну по крайней мере в первой тройке. Против нее нет специфических препаратов, то есть применяются различные по симптомам антидепрессанты, антипсихотики, всякие другие противотревожные препараты и так далее, и так далее. Но в разработке очень много интересных подходов. Единственный подход на третьей фазе, который пока показывает неплохие результаты, это антитело, которое повышает продукцию програнулина. Ну вот здесь на картинке слева показано, что скорее всего програнулин играет важную роль в патогенезе заболевания, в первую очередь воздействия на функцию лизосом в нейроне, и поэтому его недостаток приводит к нейрональной дегенерации, и поэтому вполне такой, ну тоже достаточно механический, но имеющий право на существование подход, это с помощью антитела повысить его продукцию, вот это антитело на третьей фазе сейчас находится. Кроме того, попытки повысить этот самый програнулин предпринимаются как с помощью введения, вот это интересная такая вещь, это компания Денали разрабатывает способ доставки этого програнулина реклубинатного в мозг с помощью липидных наночастиц с трансфериновым рецептором. Трансфериновый рецептор, это один из способов преодолеть гибатэнцефалический барьер, то есть в принципе это рецептор, который перетаскивает даже большие объекты, такие как наночастицы, перетаскивает через гибатэнцефалический барьер. Ну, это не раз опять же показано на различных доклинических моделях в ранних стадиях клиники, но по-моему до сих пор ни одного нету препарата, который бы этот подход эксплуатировал одобренного. И, конечно, генная терапия. In vivo подход, когда вводится аденасцированный вектор, несущий ген програнулина, три компании вот этим занимаются. И есть подход, когда у человека берутся его собственные сплавные клетки, туда вводится програнулин, и они вводятся обратно. Ex vivo подход генотерапевтический. Кроме того, есть определенное количество заболеваний, которые связаны с таким генетическим дефектом C9 и РФ72. Тоже есть подходы, но они пока-таки на стадии поздней доклиники, ранней клиники. И таубилок играет определенную роль здесь в патогенезе, возможно, поэтому против него Навартис разрабатывает антисенс терапию, антисмысловой ольгонуклеотид. Здесь мы заканчиваем с такими типичными нейродегенерациями и переходим к следующему разделу рассеянный склероз. Интересно, я подготовив презентацию, увидел, что рассеянному склерозу посвящен всего один слайд, хотя он и достаточно нагруженный. Сейчас объясню, почему. Значит, вот здесь справа различные способы воздействовать на патогенез рассеянного склероза, и видно, что все эти способы, начиная от самых, так скажем, старых бета-интерферонов и заканчивая новыми антителами против CD20, они все воздействуют на иммунную систему, что неудивительно, ну и в общем-то это в каком-то смысле такая избирательная иммуносупрессия. Рассеянный склероз отличается от других нейродегенераций, ну не только своим патогенезом, но и тем, что здесь за последние 20 лет произошел огромный прогресс по сравнению особенно с другими болезнями. Было одобрено много действительно работающих препаратов. Сначала это были бета-интерфероны и капаксон с неясным механизмом действия, такой пептид, в общем не очень понятный препарат. Затем антитела появились, затем наконец появились пероральные препараты в конце 2000-х годов, вот фингалимод первым стал и диметилфомарат, это кстати происходило прямо на моих глазах, мы следили за тем, как диметилфомарат там проходит третью фазу, регистрируется, это очень интересный продукт, вообще говоря это порошок, которым травили паразитов в диванах, всю вторую половину XX века, и если как бы его вдыхать, он даже вызывает аллергию, но если его упаковать в таблетки и глотать, то он действительно снижает количество рецидивов при рассеянном склерозе, тоже по не очень ясному механизму. Для рассеянного склероза есть доклинические модели, они довольно несовершенны, но видимо все-таки обладают лучшей предсказательной силой, чем модели Паркинсона и Альцгеймера, здесь есть более просто измеряемые и объективные биомаркеры, такие как поражения в мозгу, которые можно измерить с помощью МРТ, например, и других методов визуализации. Поэтому клиническая разработка здесь немножко проще и совершенно очевидно, что если у человека было 5 рецидивов в год, а после того, как он начал препарат принимать, у него один рецидив в год или ноль, что бывает на современных препаратах, то эффект налицо и эффект на качество жизни тоже. Долгое время, на самом деле и по сей день, проблемы остаются, все эти препараты практически, они были одобрены для одной из форм рассеянного склероза, рецидивирующей, ремитирующей рассеянный склероз, то есть такой, который волнами то ухудшается, то улучшается, там происходят спонтанные ремиссии, и как раз достоинство работающего препарата в том, что он удлиняет время спонтанной ремиссии и снижает количество рецидивов. Но есть прогрессирующие формы рассеянного склероза, первичные и вторичные прогрессирующие, которые, так скажем, более, приводят к более быстрому развитию симптомов, и которые уже не возвращаются обратно, то есть это необратимые симптомы, их очень трудно затормозить, собственно, их было нечем тормозить, пока не появился препарат окрильзумаб против рецептора CD20 на поверхности B-клеток и их предшественников. В принципе, до этого использовался анти-CD20 ретуксимаб, использовался оффлейбл, то есть он не был одобрен по рассеянному склерозу, но им пользовались, потому что он действительно помогал и при ремитирующем, рецидивирующем течении, но при прогрессирующем он не помогал, и парадоксальным образом другой препарат против той же мишени оказался эффективен против прогрессирующего рассеянного склероза, и это единственный препарат, который сейчас одобрен против первично прогрессирующего рассеянного склероза. Конечно, хотелось бы… Не все пациенты отвечают на существующую терапию, и когда уже научились более-менее тормозить развитие болезни, хотя тоже не идеально, хочется уже теперь переходить к излечению. К сожалению, пока до этого, видимо, далеко, потому что любые попытки ремигеллинизировать волокна пока проваливались. Скажем, там было одно антитело против рецептора линго-1 на олигодендроцитах, которое заставляет предшественники олигодендроцитов дифференцироваться и делать новые миелиновые оболочки вокруг аксонов. Но оно провалилось, хотя оно проникало в мозг там на уровне менее 1%, но вроде как этого должно было быть достаточно, но ничего не получилось. Да, не так давно появилась гипотеза связи рассеянного склероза с вирусом Эпштейна-Бар. Она, на самом деле, все больше и больше сейчас валидируется. Ну, правда, вирусом Эпштейна-Бар болеет очень много народу, а рассеянный склероз все-таки гораздо более редкое заболевание, то есть что-то еще должно стриггерить его развитие. Но компания Атара пыталась применить свою токлеточную терапию против ЕБВ положительных клеток, и тоже ничего не получилось, там не было разницы, в общем, не было улучшений, не было ремилионизации. Ну и различные другие подходы. БТК-ингибиторы, кстати, все еще находятся в разработке, но один из них провалился. Пытались регуляторные Т-клетки вводить с помощью адаптивного переноса, тоже это не особенно повлияло на течение. И, как ни странно, пайплайн рассеянного склероза довольно бедный, то есть идей новых как-то мало. Вот в отличие от других нейродегенераций, где ученые фонтанируют различными генотерапевтическими подходами, здесь пытаются все еще ремилионизировать как-то волокна. Возможно, будут карти применяться, допустим, почему бы не применить анти-CD20 карти, которые, если они покажут достаточно хорошую безопасность, ну, вроде как, эффективность деплеции CD20 положительных клеток уже продемонстрирована. Но за этим будущее сейчас, как бы, тема конца прошлого года, это вот то, что все производители карти бросились в аутоиммунные заболевания. Там, правда, на первом месте не рассеянный склероз, а волчанка системная красная, место не гравис и другие аутоиммунные заболевания, но, может быть, и по рассеянному склерозу начнутся какие-то исследования. Резкий поворот делаем. Отдельная тема – это онкологические заболевания. ЦНС – это совсем отдельная от нейродегенерации тема, но я про нее должен сказать пару слов, поскольку мы говорим о лекарствах против ЦНС вообще. Значит, но слишком долго останавливаться не буду на ней. Ну, вот здесь вот приведена, в принципе, классификация онкологических заболеваний мозга, которые делятся в целом на глиомные и неглиомные. И, в общем-то, глиомы составляют большинство этих заболеваний, а наиболее частая глиома, пожалуй, это мультиформная глиобластома, а также это заболевание с наибольшей потребностью в новой терапии, потому что это самая злокачественная опухоль. Менее злокачественные опухоли неплохо сейчас удаляются нейрохирургами. И глиобластома, в принципе, тоже удаляется, но рецидивирует, к сожалению, в очень большом проценте случаев. Хотя, как ни странно, даже у такой злокачественной опухоли, если ее правильно пролечить, и если она не слишком оказалась распространенной и большой, и удалось ее хорошо вырезать, то существуют случаи полного излечения, но они очень редкие на уровне, там, меньше 5%. И, конечно, тоже огромное количество было попыток лечить глиобластому. В итоге из одобренных препаратов это препарат темазоламид, который показан не всем пациентам, а только тем, у кого нет определенной мутации. И антитела бивоцезумаб, авастин, известный как авастин, который воздействует, он связывает фактор роста сосудов в ЕГФ и должен препятствовать прорастанию сосудов в опухоль. Ну, у него есть нежелательное явление в виде кровотечения и других сердечно-сосудистых осложнений, и поэтому, как бы, его... Ну, я разговаривал с нейроонкологами, они не все активно применяют авастин, хотя, конечно, он какую-то свою роль играет в терапии для некоторых пациентов. Но, к сожалению, даже после применения темазоламида, авастин применяется уже, насколько я знаю, в основном пререкуррентный глиобластом, то есть, который вернулся после резекции лечения. И дальше там пытаются применять разные способы химиотерапии. И, в общем, пререкуррентный глиобластом выживаемость совсем короткая, то есть, там, медианная выживаемость, ну, что-то в районе года, плюс-минус. Сейчас не буду точно врать. Вот. Очень много провалившихся подходов. То есть, сколько я видел... Причем так тоже есть некоторый параллель с болезнью Альцгеймера, потому что видишь, например, первую фазу, о, у нас тут есть там три пациента, которые прожили больше двух лет. Это прямо беспрецедентно для глиобластома. Но это, видимо, тщательный выбор пациентов, которые включили в исследование, потому что на первой фазе нету рандомизации, нету группы сравнения. И у исследователей и у инвесторов возникает иллюзия, что препарат сработал, потом это переходит ко второй фазе с ослеплением и рандомизацией, и все проваливается. Вот так провалилось очень много всего. В частности, там были всякие интересные подходы, например, с онколитическими вирусами. Мы много на них смотрели. Вроде как, какая классная идея, ты вводишь вирус, который заражает в основном только раковые клетки, а в них размножается и их уничтожает. Ну, на бумаге звучит отлично. На практике это практически не работает по разным причинам, потому что опухоль очень быстро вырабатывает устойчивость к различным способам терапии из-за всяких пространственных препятствий для проникновения вирусов и так далее. Но, тем не менее, разработок довольно много. Это и продолжаются разработки разных таргетных препаратов. В основном это киназные ингибиторы, и тут вопрос в том, чтобы подобрать правильные. Ну, с глиобластомой, конечно, проблема в том, что, как я уже сказал, это очень недефиницированная опухоль, и, соответственно, у нее очень хороший потенциал деления и эволюции. То есть при терапии она начинает так видоизменяться, что очень быстро находит способ уйти от терапевтического воздействия. Возможно, клеточная терапия в виде картин поможет и какие-то комбинации существующих подходов. А вот в глиомах более низкой степени злокачественности удалось добиться определенных успехов. Вот, например, был одобрен препарат вросидемид для глиом второй степени злокачественности. Это ингибитор ферментов АДХ1 и АДХ2 из цитраты гидрогеназ, которые, в общем, отвечают за метаболическую активность в клетке, за пути производства активных форм кислорода. И некоторые опухоли становятся зависимыми от этих ферментов. И вот были получены очень неплохие результаты по безрецидивной выживаемости. На этом основании препарат получил одобрение. В общем, это один из немногих успехов, так скажем, в области лечения опухоли мозга. Тем более, что... Кстати, эта компания Агиос, она вообще специализируется на этих из цитраты гидрогеназах. Она ранее одобрила и продала большой компании препарат по острому милолейкозу, тоже против из цитраты гидрогеназ, но не проникающий в мозг. И там это, скорее, наоборот, плюс. А здесь им удалось найти препарат, который хорошо проходит через гематенцифалический барьер. И еще одна интересная разработка. Вот нейробластома, одна из таких относительно более распространенных детских опухолей, удалось найти подходящую мишень. Это белок GD2 на поверхности клеток нейробластомы. Сначала был одобрен антителе динутоксимаб, но у него очень неудобная схема применения, там инфузия длится часами, и нежелательное явление – это боль. Конечно, это, ну, в общем-то, неплохая расплата, да, возможно, за то, что там люди могут вылечиваться, в принципе, от этого заболевания, но все равно требуется более… После того, как вот получился какой-то первый успех, ученые пошли дальше и смогли разработать карти против этой мишени. И вот в раннем первом исследовании, однако наблюдение уже три года составило, выживаемость 60% высшей дозы – это очень хороший показатель. А, да, динутоксимаб здесь на картинке показан. Собственно, он просто связывается с рецепторами GD2, и дальше клеточные механизмы уничтожают опухолевые клетки. А картин непосредственно связывается с опухолевыми клетками и уничтожает их. Вот так что вот это один из немногих успехов в нейроонкологии. Так, переходим к следующей теме. У нас еще время есть как раз. Секундочку. Еще одна, конечно, катастрофически сложная область для разработки препаратов. Вообще все вот перечисленные здесь… состояния и близкие к ним, потому что это как раз самая, так сказать, высшая нервная деятельность, то есть то, что мы представляем себе хуже всего. То, что мы хуже всего можем смоделировать, то, для чего нет нормальных моделей на животных. Особенно это касается шизофрении, конечно, потому что если депрессию мышей еще пытаются как-то оценить по тому, насколько они себя активно ведут, или тревожность по тому, насколько они боятся, то, конечно, шизофрению мышей вообще смоделировать невозможно, и даже у приматов. То есть это все завязано сильно на речь, язык и сознание. А что такое сознание мы не знаем, поэтому как его лечить, конечно, тоже не знаем толком. Однако, как это ни странно, какие-то успехи все-таки есть. Причем в случае депрессии успехов довольно много и давно, то есть довольно много препаратов одобрено. Вот, конечно, они все... Я здесь мало вообще рассказываю о нежелательных явлениях различных препаратов. Конечно, у всех у них много нежелательных явлений, особенно это касается препаратов от депрессии. И что самое главное, на всех людей они действуют совершенно по-разному, что вызывает вопросы вообще к механизму их действия. То есть вроде как это, допустим, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Настолько ли они селективны? Действительно ли они действуют на серотониновую систему или только на нее? А может быть еще на что-то? В общем, это, как выразился мой любимый медицинский химик Дерек Лоу, это черный ящик, укинутый на одном рианской впадины. Вот это все разработка препаратов по психическим расстройствам. Вот. Здесь никакой такой передовой терапии нет в разработке. То есть это все вариации на тему воздействия на рецепторы, ионные каналы на поверхности нейронов. Есть некоторые успехи. То есть вот недавно были одобрены быстродействующие препараты против устойчивого к лечению депрессии. Или, например, препарат зурналон, который по депрессии не показал, по большому депрессивному расстройству не показал эффективности, зато показал по послеродовой депрессии. Почему? Одному богу известно, конечно. Здесь нету каких-то рациональных способов заранее предсказать, что у вас заработает, а что нет. Можно только пытаться модифицировать молекулу, проводить какие-то доклинические исследования, и потом в клинике выяснять, повезло вам или нет. Поэтому это, конечно, во многом дело случая. И поэтому мне, вот как человеку, который оценивает разработку лекарств, не очень нравится эта область, потому что здесь трудно по имеющимся ранним данным предсказать, получится ли что-то потом или нет. Довольно модная сейчас тема – это использовать здесь, пытаться лечить депрессию, тревожность, стрессы всякими производными от псилоцибина, канабиоидов, там, психоделических препаратов, амфетамина. Они давно предпринимаются, и, в принципе, известно, что все эти вещества в той или иной степени воздействуют, конечно, на эти заболевания. Но вопрос в том, чтобы сделать их достаточно безопасными и эффективными, и пока что не получается. То есть, вот один аналог амфетамина недавно провалился в разработке депрессии. И, ну, те нежелательные явления, или, так скажем, побочные эффекты, которые есть у препаратов этой группы, они недопустимы, конечно, для того, чтобы их выпускать на рынок просто так. Поэтому требуется как-то модифицировать эти молекулы. И здесь исследователи сталкиваются с тем, что приходится просто заново проводить всю разработку и, в общем, это ничем не отличается от того, чтобы с нуля разработать какой-то препарат, не основываясь на силуцебинилик, на биоэльных. Шизофрении тоже одобрено. Значит, огромное количество препаратов. И, кстати говоря, несмотря на то, что непонятно, что это такое, лечить и контролировать шизофрению получается. Особенно с помощью препаратов второго поколения атипичных антипсихотиков. Конечно, много и провалившихся препаратов с разными интересными механизмами действия. Поподробнее я расскажу. Да, но они все тоже, все одобренные препараты связываются с очень широким спектром рецепторов и ионных каналов в мозгу. То есть там, в первую очередь, это дофаминовые рецепторы, но также обязательно и серотониновые, и, наверное, моноаминоксидаза будет затронута, и какие-то каналы. То есть они просто все отличаются спектром связывания. Это десятки рецепторов, если смотреть на панель. Пытались делать более селективные какие-то препараты, они, как правило, не работают и проваливаются. Что лишний раз говорит о том, что как раз вот в этой области воздействие происходит сразу на сети нейронов, а не на какие-то отдельные молекулы на поверхности определенной группы нейронов. Но вот интересный успех, очень большой, был у компании Коруна Терапьютикс, которая подобрала препарат, действующий на мускариновые рецепторы, ксаномелин, агонист мускариновых рецепторов. Было показано еще в 90-х годах, что он улучшает психоз при болезни Альцгеймера и когнитивные способности улучшает. Но у него был недостаток. Он действовал по всему организму и за пределами ЦНС вызывал неприятные, нежелательные явления, в основном со стороны желудочно-кишечного тракта. И поэтому он был заброшен, положен на полку, и основатели Коруны догадались найти другой препарат, троспиум, антагонист этих мускариновых рецепторов, но не проникающий в мозг. То есть таким образом мы с помощью ксаномелина активируем мускариновые рецепторы по всему организму, а с помощью троспиума подавляем их по всему организму, кроме мозга, и получаем активацию только в мозгу. Очень остроумный способ. Но, конечно, пока вы не провели исследование третьей фазы, грош цена вашим вот этим всем остроумным идеям в этой области. Но третья фаза показала действительно очень хорошее улучшение по шкале шизофрении. Это фаза 2, в фазе 3 тоже были очень хорошие результаты получены, препарат был одобрен, а компания куплена, кажется, миллиардов за 11 Bristol-Myers-Skydell. Так что в данном случае все хорошо закончилось, и это первый препарат за много-много лет с сильно отличающимся механизмом действия от всего, что есть на рынке. Так, с психиатрическими заболеваниями закончили. Переходим к инсульту. Инсульт – особая тема. В общем-то, последствия инсульта… Во-первых, это два вида – ишемический и геморрагический. И, как вы, наверное, знаете, при ишемическом инсульте происходит окклюзия сосудов в мозге и начинается отмирание нейронов, нейровоспаления из-за того, что не поступает кислород и питательные вещества в поражённую область. А при геморрагическом инсульте происходит кровоизлияние в мозг. И, в общем-то, по геморрагическому инсульту ничего нет вообще для лечения. Только в период восстановления симптоматической терапии, если у человека вдруг развиваются какие-то психоневрологические нарушения. А при ишемическом инсульте есть способ воздействия. Если быстро растворить тромб, который вызвал окклюзию сосуда, то можно действительно серьёзно улучшить исходы. То есть у людей быстрее наступает восстановление, оно наступает более полным. Но, к сожалению, это растворение происходит с помощью сериновой протеазы, тканевого активатора плазминогена, который буквально лизирует тромб. Но это можно делать только в очень ограниченное временное окно. Сейчас, ну там по-разному, но примерно до 4,5 часов от начала терапию. То есть это означает, что если, скажем, у человека вечером произошёл инсульт, а его заметили только с утра, то точно нельзя вводить этот препарат. То есть это нужно делать прямо быстро-быстро. В некоторых странах специально службы устроены так, чтобы как можно скорее доставить. Причём это нужно делать, конечно, только в госпитале, потому что возможны осложнения. Можно переборщить как бы с дозой, допустим, этого активатора и произойдёт кровотечение. Внутримозговое, черепное кровотечение очень опасное. И, кроме того, не всегда можно отличить ишемический инсульт от геморрагического без компьютерной демографии. Поэтому нужно сначала сделать КТ, потом уже вводить препарат. Но, тем не менее, примерно 2-5% пациентов удаётся ввести ткань и активатор плазминогена. Всё. Больше ничего не одобрено. Хотя вот буквально все механизмы, которые здесь перечислены, на них на все пытались воздействовать различными фармакологическими вмешательствами. Антиоксиданты, всякие скавенджеры активных форм кислорода, активаторы метаболизма, регенерационные подходы, ничего не... Воздействие на сосуды, там различные средства, которые типа улучшают состояние сосудов. Ничего здесь не помогло. Конечно, разработки продолжаются, но пока что нету каких-то прорывных таких на горизонте. То есть, здесь как раз наступило некоторое охлаждение после энтузиазма начала 2010-х годов, что вот-вот удастся что-то разработать. Нет, сейчас пока ничего такого не видно. Поэтому мы переходим к следующей теме. Это мигрень. Мигрень очень интересное, конечно, заболевание, тоже довольно загадочное. Особенно вот этого возникновения ауры характерного ощущения перед тем, как начинается сильнейшая головная боль. И довольно большой арсенал уже препаратов, одобренный против мигрени. это в первую очередь триптаны, которые являются первой линией лечения мигрени. Затем был одобрен ботокс, применяется там антиконгульсант. И вот в 2010-х годах было одобрено сразу несколько моноклональных антител для профилактики мигрени, воздействующих на белокси-GRP, которые играют действительно важную роль в патогенезе заболеванием. И тут действительно вот эта терапевтическая идея оправдалась, и как ни странно воздействие всего лишь на один белок позволяет с такой сложной патологией бороться. Вслед за этим были разработаны малые молекулы против CGRP, которые позволяют как профилактику осуществлять, так и экупировать острые приступы мигрени. Затем был разработан препарат лосмидитан. У нас у меня с ним связана такая печальная история, что мы не успели сесть в этот поезд, потому что это сначала была разработка компании Лай Лили, потом она ее по дешевке на ранней стадии продала маленькой компанией Колюсит, и у нас была возможность инвестировать в Колюсит, но там по разным причинам не удалось этого сделать, а между тем лосмидитан оказался эффективным в плане купирования мигреней, более безопасным, чем триптаны, и в итоге он был одобрен, а Колюсит был почти за миллиард куплен обратно Лай Лили. И в мегрине, да, но при этом у примерно 30 или даже 40 процентов людей рефракторны практически ко всем имеющимся подходам в той или иной степени, то есть некоторым иногда помогает, некоторым вообще ничего не помогает, поэтому требуется конечно новая разработка, и здесь идей довольно много, очень много мишеней, вот здесь они перечислены, на картинке изображены, которые играют роль в патогенезе мигрени, интересно, что здесь возможны так называемые исследования по искусственному возбуждению мигрени у людей, и главное на это кто-то соглашается, я вот кстати так и не выяснил, может быть вы мне подскажете, это за деньги делается или нет, то есть человек приходит, ему например с помощью CGRP, дают ему CGRP или еще какие-то вещества, там нитроглицерин к примеру, вызывают у него мигрень искусственно, а потом купируют, ну если получится, вот, и таким образом можно выяснить какие еще сигнальные пути отвечают за мигрень, и вот здесь довольно много терапевтических механистических предположений, и поэтому конечно в будущем наверняка нас ожидают разработки в этой области, которые будем надеяться помогут и тем, кто страдает от рефракторной мигрени. Я не мог обойти вниманием анальгетики, хотя это не совсем ЦНС лекарства, но в какой-то степени ЦНС, потому что боль вообще это, конечно, очень сложная вещь, я не буду здесь на ней подробно останавливаться, но видов более 200 видов, и она имеет, во-первых, очень большую субъективную компоненту, что, конечно, затрудняет разработку лекарств, причем как в плане моделей животных, так и на людях, потому что люди оценивают боль по визуальной шкале боли, и что для одного терпимо, то для другого совершенно непереносимая боль. Есть даже такой курьезный анекдот, что якобы, когда исследовали противоболевые препараты на российской популяции, то шкалу пришлось немножко подкручивать, потому что люди были, у них был выше болевой порог, то есть они не говорили, что боль непереносимая, тогда как в других странах на Западе уже давно бы сказали, что она непереносимая. Не знаю, насколько это правда, но мне такое рассказывали. Ну и в общем, кроме нестероидных противовоспалительных извините, кроме существующих анальгетиков, но в том числе нестероидных противовоспалительных средств, и кроме опиатов, да, как с их всеми известными проблемами, но и при этом высокой эффективностью, очень долгое время ничего не удавалось сделать. И вот тут, наконец, компания Vertex удалось продвинуться довольно заметно в этом направлении. У них в исследовании второй фазы были получены очень хорошие результаты с модулятором натриево-вольтаж зависимого канала. Сейчас они, по-моему, запускают третью фазу уже, и будет очень здорово, если у них получится, потому что даже если эффективность будет немножко похуже, чем у опиатов, но другой механизм действия в такой востребованной сложной области это очень полезная вещь. Эпилепсия еще одна такая отдельная группа заболеваний центральной нервной системы. Здесь тоже очень много препаратов, разработка которых началась во второй половине XX века и накоплен огромный арсенал, но 30-40 процентов пациентов не отвечают на эту терапию или недостаточно удовлетворительно отвечают, поэтому потребность в разработке новых препаратов есть, и она постепенно удовлетворяется, то есть здесь как раз есть определенные успехи с новыми мишенями и подходами и тут можно выделить две группы потребностей это во-первых рефрактерные пациенты которые не отвечают на терапию а во-вторых пациенты с различными орфанными эпилептическими заболеваниями такими как синдром Драве синдром Ленокса Гастон очень тяжелые заболевания некоторые из которых имеют генетическую компоненту и вот тут недавно несколько таких заметных успехов было это был одобрен препарат эпидиолекс это как раз экстракт из канабиоидов это единственное лекарство полученное из канабиса которое было одобрено FDA и которое действительно показало активность вот при этих редких синдромах и тут же на рынок попытались выйти дженерики но компания пока что удается от них защищаться у них еще пока патентная защита есть вокруг этого подхода кроме того для фанных заболеваний действует специальный статус эксклюзивности на рынке и в разработке есть всякие интересные интересные подходы в том числе например генная терапия той же компании Uniqueur по височной эпилепсии вот то есть здесь немножко более видимо понятен патогенез особенно ну в таких нишевых областях вообще если говорить про генную клеточную терапию она первым делом выходит в какие-то нишевые области и пока что не распространилась за их пределы но есть надежда что постепенно по мере накопления знаний все шире и шире будут применяться такие подходы плюс сейчас это конечно очень дорогая терапия и для фанных пациентов в развитых странах системы здравоохранения могут себе позволить платить там сотни тысяч и даже миллионы долларов за такое лечение но по мере распространения как бы и масштабирование производства например будет снижаться себестоимость производства конечно таких продуктов и мы будем надеемся что в итоге вот эти передовые терапии будут занимать все более и более широкие ниши лечения потому что они конечно предлагают новый уровень воздействия на организм по сравнению с низкомолекулярными веществами и биопрепаратами и последнее на чем я хотел немного остановиться это генетические заболевания центральной нервной системы они немного пересекаются с нейродегенеративными потому что часть из них приводит к нейродегенерациям в том числе выражающимся в задержках развития многие из них конечно развиваются в раннем возрасте поскольку это генетические поломки ну вот здесь например приведены поломки которые приводят к дисфункции микробилии и в зависимости от того какой ген поврежден происходят различные последствия иногда бывает что организм долгое время может компенсировать это и заболевание развивается только во взрослом возрасте или даже вообще не манифестирует а некоторые развиваются там сразу практически после рождения или в первые годы жизни и для если это что-то связанное с клетками иммунной системы то часто существует опция трансплантации гемопоэтических стволовых клеток вот она здесь обозначена как HSCT в принципе уже довольно давно делают такие процедуры но сама по себе трансплантация она конечно опасна в первую очередь потому что полностью совпадающего по генам гистосовместимости донора найти довольно сложно там если нету на яйца у близнеца а если пересаживать от не полностью совпадающего донора стволовые клетки костного мозга то это грозит болезнью транспланта против хозяина отторжением и в итоге смертность после таких процедур 20-30% по крайней мере составляла сейчас пытаются конечно ее снижать разными подходами ну в общем вместо этого на смену гемоприде трансплантации стволовых клеток постепенно идут подходы генной терапии либо инвива с помощью аденосицированных векторов либо эксвива когда у пациента берут его собственные прогениторы гемопоэтические модифицируют и вводят обратно вот и в частности были одобрены в прошлом году два препарата для лечения таких заболеваний Скайсона и Либмелди Скайсона компании Bluebird Bio для лечения церебральной адренолепидистрофии и Либмелди для лечения метахроматической лепидистрофии это такие как бы важные вехи это пока еще очень мало пациентов очень дорогие препараты здесь краткая схема такая патогенеза ЦАЛД но заболеваний таких очень много они как бы все орфанные и редкие но их там тысячи ну в целом орфальных заболеваний порядка 7 тысяч насчитывают вот из них многие конечно можно лечить вот такими способами кстати говоря интересно недавно совсем FDA выпустило руководство потому что по платформам для генной терапии в частности ну вообще по платформам по платформенным технологиям что это значит это значит что если вы допустим сделали генную терапию которая воздействует на какую-то одну конкретную мутацию в вашем там белке целевом и потом хотите сделать новую генную терапию воздействующую на другую мутацию но в том же белке то по старым правилам вам нужно было бы полностью повторить весь путь разработки полностью доказать безопасность до клиники доказать валидировать процесс производства и доказать регулятору что процесс производства годится для коммерческого применения с помощью платформного подхода если вы не сильно меняете продукт то вы можете использовать большую часть предыдущего досье для подачи нового продукта то есть как бы вы говорите я сделал небольшое изменение поэтому мне не нужно проводить там заново допустим всю доклинику это очень должно хорошо повлиять на разработку подобных препаратов ну еще пара успехов в этой области это вот одобрение цилипаназа альфа по болезни Баттона это одна из болезней лидисомального накопления которое приводит к нейрологическим дефектам и одобрен препарат первый препарат по атаксии Фридрейха амиволаксалон в принципе я бы ни за что не сказал что препарат с таким механизмом действия может быть достаточно эффективен потому что я видел много таких примеров когда разработчик говорит у нас активируется НРФ-2 это такой транскрипционный фактор который как бы играет противовоспалительную роль так в целом и ингибируется НФКПБ это один из ключевых регуляторов испаления ну можно все что угодно показывать там инвитро но чтобы это сработало и было одобрено это конечно уникальный случай и большой успех в этой области очень неплохие результаты показаны по синдрому Ангельмана это хромосомная аберрация которая приводит к нарушениям развития из-за того что не производится правильный белок вот этот UB3A и удалось с помощью антисенс терапии вызвать продукцию этого белка и две компании ультрадженикс и ионис доложили о положительных результатах фаза 1-2 вот правда РОЖ остановил похожую разработку в связи с недостаточной эффективностью ну будем смотреть если у этих двух компаний получится очень хорошо вот мы добрались до конца в общем-то я уже проговорил наверное все пункты которые здесь в заключении значит ну вкратце в некоторых областях как мы видели достигнут значительный прогресс однако там где он достигнут высокая доля случайности то есть часто методом проб и ошибок приходится действовать разработчикам чтобы добиться успеха просто где-то это приводит к успеху как в случае шизофрении или ну рассеянного склероза где более такая рациональная разработка все-таки проводится а где-то как в случае болезни Альцгеймера или Паркинсона никакого успеха пока не достигнуто но есть надежда на новые модальности есть надежда на все лучшее понимание и все большее количество накопленных данных по работе нейросетей но на мой взгляд для такой рациональной разработки таких сложных в таких сложных заболеваниях как болезнь Альцгеймера или шизофрения нужно нужен какой-то качественный скачок и новый уровень понимания работы мозга больше понимания того что там происходит не на уровне молекул а на уровне ансамбля клеток и конечно важный вопрос но как раз довольно такой решаемый это несовершенство доклинических моделей в частности есть надежда на то что удастся заменить мышиные модели человеческими органоидами большой прогресс есть в разработке мозговых органоидов и будем надеяться что он выведется в итоге в появлении новых лекарств все я закончил и готов ответить на ваши вопросы илья спасибо тебе огромное за такую подробную насыщенную лекцию меня нормально слышно да а то мне тут интернет просто барахлит спасибо огромное просто мне кажется ты необъятно объял в одной лекции вот и у нас тут много вопросов скопилось в чате трансляции спрашивают вот про приомные заболевания вот и то что происходит сейчас в Канаде там я так понимаю какая-то вспышка заболеваний по проявлениям похожие на приомные вот я не очень понимаю в чем вопрос но может быть связано с тем что какие есть успехи в разработке препаратов против приомных заболеваний честно говоря успехов я никаких не видел приомные заболевания действительно они очень интересные с точки зрения патогенеза я сейчас не буду углубляться опять же на биомолекуле можно про это почитать про канадскую вспышку ничего не слышал приомные заболевания в основном пытаются профилактировать не допуская ну это уже получилось делать не допуская контакта людей с материалами в которых могут содержаться приомные вот в первую очередь человеческий и животный материал там типа корой вот этого бешенства а так про фармацевтические подходы мне ничего не известно то есть там даже вообще даже попыток выйти в клинические испытания нет да я не видел то есть может быть были какие-то ранее клинические исследования но мне про них ничего не известно да понятно спасибо большое тебе за ответ еще такой вопрос очень обширный какие компании сейчас активно вкладываются в исследование препаратов по лечению болезней нервной системы и желательно с уточнением групп лекарств мне кажется это огромный вопрос вообще да на него сложно ответить без отдельного ресерча вот я могу сказать что активны в этой области точно ну некоторые имена звучали сегодня да это Эбви Бристом Эрсквип Элай Лили Навартис Файзер Рош Санофи то есть тут проще сказать кто маленький интерес проявляет к этой области это там скажем Даичи Сайнкер Астрозенека и Мерк не имеют вообще разработок в области центральной нервной системы у всех остальных что-то в портфеле есть но что касается по областям трудно сказать есть например компания UCB довольно нишевая но большая довольно нишевая которая специализируется на эпилепсии вот вот здесь вот можно проследить какую-то специализацию так чтобы еще кто-то где-то именно специализировался нет пожалуй я не могу сказать мне кажется что бизнес отделы бизнес девелопмента крупных фармкомпаний следят за всей областью в целом если появляются какие-то интересные разработки даже в той области где у них нет специализации предшествующей интереса они могут купить такую компанию оставить ее как независимое подразделение внутри себя и тем самым создать новое направление то есть это гибкая гибкая система которая быстро видоизменяется во времени спасибо большое Илья сейчас смотрю что там еще спрашивает о насущной теме есть ли какие-то новые разработки препаратов направленных на устранение ковидных аспектов которые связаны с нервной системой если что разработки я слышал о разных разработках но это скорее не новые не разработки каких-то новых препаратов а это попытки перепозиционировать существующие препараты и доказать что они лечат постковидный синдром но насколько мне известно постковидный синдром до сих пор не слишком хорошо определенная сущность и только еще разрабатываются так скажем диагностические критерии биомаркеры конечные точки в исследованиях поэтому рано пока говорить о том что это такая устоявшаяся область разработки где можно взять и с нуля что-то новое придумать нет скорее берутся существующие ну скажем если там у людей депрессия вследствие постковидного синдрома то пытаются применять антидепрессанты ну и так далее понятно спасибо и вот еще вопрос насколько активно фармкомпании занимаются разработкой нейропротекторов и ноотропов вот нейропротекторы очень активно разрабатывались по инсульту ну наверное и сейчас какие-то есть попытки по рассеянному склерозу там где да на самом деле по всем по болезням из геймера тоже конечно нейропротекторы пытались разрабатывать они все провалились ноотропы вообще не очень определенная такая сущность как бы за пределами постсоветского пространства их покупают разве что биохекеры и любители разогнать свои мозги вот и говорят что они им помогают но опять же ни один ноотроп не показал ни разу в клинических исследованиях какие-то ну по-настоящему какое-то воздействие на там когнитивные способности на улучшение когнитивных способностей конечно пытались конечно там где наблюдается деменция допустим очень хотелось бы иметь ноотроп который там ее тормозит да вот но все все такие подходы провалились ну то есть какой-нибудь условный фенибук это чисто на постсоветском пространстве да я не не сторонник так огульно все ноотропы допустим записывать фуфломицины пока как бы отсутствие доказательства эффективности не является доказательством отсутствия эффективности то есть для того чтобы действительно понять работает препарат или нет нужно провести клинические исследования и причем в принципе даже если клинические исследования провалилось это еще не значит что препарат точно не работает может быть просто неправильно подобрали популяцию пациентов дозировку длительность или еще какие-то вещи там способ введения вот то есть но ни у кого вот подбирать старые ноотропы и пытаться их исследовать ни у кого нету желания потому что они находятся в категории дженериков и вы вложите без привлечения десятки миллионов долларов в клиническую программу и на выходе получите препарат который очень сложно будет защитить от дженерикового конкуренции вот собственно это то что вот Pfizer пытался сделать с демибоном да нашел там заброшенный препарат на постсоветском пространстве который показал хорошие казалось бы результаты валил в него денег и провалился вот такая судьба просто в 90% случаев ожидает всех а может и больше поэтому никто не рискует более соблазнительно все-таки взять что-то с понятным механизм да и у них у всех еще непонятный механизм действия там же просто такое как бы разведение руками в воздухе что они улучшают питание клеток улучшают как я говорил функцию митохондрий качество мембран и в целом взбадривают организм ну как бы этого недостаточно для современной фармакологии когда все-таки нужно указать конкретно с чем связывается лекарство и что оно делает у меня есть собственный опыт разработки афобазола вот могу про него рассказать хороший пример афобазол одобрен в россии как мягкий анксиолитик что значит мягкий не очень понятно программа его клиническая была крайне убогой по современным понятиям по тревожному расстройству там что-то человек 25 исследовали и одобрили и и все продается и ладно но захотелось посмотреть какой у него все-таки механизм действия и не может ли быть что он помогает при других показаниях мы выяснили механизм его действия выяснилось что он очень интересный в частности он воздействует на рецептор сигма-1 это такой рецептор который в основном находится на мембране митохондрий и который судя по всему действует как такой шоперон в случае стресса он способен защищать другие белки от стресса и вообще у него очень такая сложная сеть связи с другими белками у этого сигма-1 рецептора и вот афобазол действительно органист сигма-1 рецептора и сначала на клетках оказалось что он защищает микроглию и нейроны от стресса а потом на крысах были проведены исследования по инсульту и опубликованы что он действительно защищает крыс от инсульта очень неплохо причем ну даже если его вводить там сильно позже наступления инсульта и это очень были хорошие результаты но разработка в итоге не пошла потому что чтобы сделать программу по инсульту нужно действительно там десятки миллионов долларов с риском провала в третьей фазе как случалось уже со многими потому что ну то что работает на крысах совершенно не обязательно заработает на людях а защиты патентной нет потому что патент уже все защиты истекли защита на нейродегенерацию на структуру естественно уже давно все закончилось да это очень интересно с фазовом я-то думала он вообще никому не помогает по поводу постковидного синдрома тут вот уточняют что речь не о депрессии а по поводу туманного сознания вот вплоть до полного угнетения нервной системы как умственной так и физиологической части я не очень знаю что это значит вот в общем спрашивают по поводу затуманенности сознания ну как и в случае любой другой затуманенности сознания когнитивных нарушений да и многих моторных нарушений как как я уже сказал здесь рациональная разработка лекарств пока невозможна потому что мы не знаем ни что такое сознание ни что такое туманное сознание ни как превратить туманное в нормальное поэтому возможен только метод проб и ошибок вы берете любые вещества воздействующие на мозги там я не знаю НМДА рецепторы сертониновые дофаминовые гамм там все что угодно пытаетесь в разных пропорциях этот коктейль сочетать и просто случайно его применять ну есть какие-то конечно рациональные соображения уже накопленные большие объемы данных о корреляциях там чего-то с чем-то но я не знаю честно говоря ни о каких продвинутых разработках в этой области которые бы куда-то далеко зашли может быть просто еще времени достаточно прошло потому что в принципе для такой разработки нужны годы ну да сейчас совсем мало времени прошло еще есть вопрос по поводу использования искусственного интеллекта в разработке лекарств кто этим сейчас занимается в России и в мире в целом этим сейчас не занимается только ленивый это очень горячая конечно тема про Россию не могу подробно ничего сказать не знаю потому что в России вообще мало кто занимается разработкой новых лекарств вот а в мире значит ну есть я кстати недавно писал у себя в телеграм канале советую всем на него подписаться я там периодически про эти темы говорю потому что они часто возникают а сейчас шеринг закончился до моего экрана нет там стоит вот а хотя нет сейчас уже сейчас закончился да шеринг закончился нет я снова включил вот это самое уже более ну несколько десятков компаний разрабатывают лекарства с использованием искусственного интеллекта что бы это ни значило на разных стадиях с разным с разной степенью применения этого искусственного интеллекта и конечно интеллект интеллекту рознь то есть ну да многие используют методы машинного обучения для идентификации мишеней для поиска структур в том числе структур антител например что очень интересно очень большая область это использование для планирования и проведения клинических исследований скажем сейчас недавно видел анализ что за 20 лет среднее число точек данных которые собираются в каждом клиническом исследовании выросло раз в 6 там или больше даже это миллионы точек а клинических исследований тоже много и поэтому это конечно благодатная почва для тренировки различных там нейросетей и других методов искусственного интеллекта но когда это даст свои плоды пока не ясно и насколько эти плоды будут ощутимы то есть основная проблема разработки лекарств это частота провалов в клинических исследованиях она в среднем составляет 90% то есть если лекарство вошло в клинику то оно с 90% вероятностью не дойдет до одобрения если удастся этот процент повысить хотя бы там до процент успешных хотя бы до 15% это будет огромная огромный выигрыш для всех осталось продемонстрировать что действительно современные методы искусственного интеллекта могут повысить этот процент пока это не очень заметно но пока что и мало вошло в клинику препаратов которые были получены с помощью искусственного интеллекта потому что это недавний достаточно тренд первые препараты добрались сейчас до второй фазы поэтому пока не будет несколько десятков препаратов которые либо провалились либо прошли третью фазу не будет достаточно статистики чтобы говорить что это полезно в каких-то других аспектах вот как я говорил при планировании клинических исследований при сборе данных при анализе уже имеющегося применения лекарств на пациентах допустим анализ электронных медицинских карт страховых случаев ну вот там где накоплены какие-то большие данные вот там да там это очень полезный инструмент а например анализ трансляций из доклиники в клинику здесь этот инструмент не очень полезен потому что данные доклинических исследований очень разрозненные они малочисленные это не миллионы точек это какие-то там десятки тысяч и в лучшем случае и поэтому на них просто не натренировать должным образом нейросеть допустим от нас спасибо тебе большое вроде бы от слушателей больше нет вопросов и я хочу задать твой вопрос вот ты рассказывал про разработку новых нейролептиков и антидепрессантов а разрабатываются ли новые нормотимики насколько я знаю это не только для эпилептиков но и для людей с биполярным расстройством есть ли там что-то новое ну кроме лития вольтат и вот этого всего ну в принципе все что разрабатывают это пересекающиеся области поэтому если у компании есть успех в области эпилепсии то она попробует скорее всего и в биполярном расстройстве это использовать а то и в других областях типа боли например перемегление там применяется да еще в пересекающейся области вот поэтому я бы не сказал что специфически что-то разрабатывается мне не попадалось хотя наверное есть такие разработки но поскольку по эпилепсии много новых разработок они наверняка будут идти и в другие области тоже я поняла да спасибо еще у меня есть один вопрос по поводу генеративных заболеваний но будем честны у редких людей редким людям удается сохранить к очень преклонному возрасту полностью ясный ум и вот как можно распознать вот это вот старение да которое вроде бы как не связано с патологической болезнью альтеймера от собственной деменции и есть ли какие-то препараты направленные на препятствование вот этому именно старению ну короткий ответ пожалуй что нет то есть ты имеешь в виду для лечения вот такой так называемой доброкачественной деменции ну да когда человек чудит начинает на старости лет вот это вот ну здесь во-первых как бы вопрос в постановке диагноза то есть если человек прямо начинает ну я прямо скажу я не очень специалист вот в этих диагностических критериях и так далее да но вот насколько я себе представляю одно дело когда человек там что-то забывает иногда немножко чудно себя ведет это укладывается в картину доброкачественной деменции которая развивается годами и не является вот таким быстрым катастрофическим процессом в принципе при ней происходит примерно то же что и при нейродегенерации она только намного намного медленнее при нейродегенерации а вот так называемые злокачественные нейродегенерации они злокачественные не в смысле онкологии а в смысле того что они очень быстро развиваются и быстро приводят к смерти в общем-то особенно вот такие как альцгеймер здесь вопрос в диагнозе то есть есть например диагноз Воскулярная деменция. Он такой во многом очень размытый, диагноз исключения, там очень много критериев и так далее. Это все еще в процессе становления находится. И вот лобно-височная деменция, про которую я рассказывал, относительно тоже все сложно там с постановкой диагноза. И, конечно, хотелось бы иметь препараты, которые замедляют и обычную такую доброкачественную деменцию. Но такие препараты, наверное, еще сложнее разрабатывать, я бы сказал. Потому что, когда у тебя есть быстро развивающийся процесс и при обычном течении у человека за год наступает заметное ухудшение, то тебе нужно гораздо меньше людей и меньше период наблюдения в клиническом исследовании, чтобы показать эффект препарата. Ну или ты можешь быстро провалиться там и приступить к следующей разработке. А в случае доброкачественной деменции тебе нужно будет 10 лет наблюдать за большой группой людей, чтобы одни получающие плацебо, другие получающие препарат, чтобы понять, что это действительно препарат подействовал. Потому что это же ведь очень сильно модифицируется образом жизни, да? Человек начал немножко более активный образ жизни вести, переехал там куда-нибудь, или у него там что-нибудь хорошее произошло, я не знаю, внуки родились, и вот уже он лучше как бы затормозилось развитие этой деменции. Поэтому это как вообще таблетки от старости разрабатывать, это очень долго и сложно. Ну да, лекарства от старости, это утопия. Ну вроде бы с вопросами пока все. Я думаю, что на этом нам стоит завершить нашу встречу. Илья, спасибо тебе огромное за такую насыщенную лекцию, правда, вот. Я даже не знала, что можно столько всего успеть рассказать за полтора часа. Спасибо тебе огромное за очень подробные ответы на вопросы слушателей. А, вот появился вопрос. Я очень рада на здоровье. Я не очень правильно понимаю. Еще вопрос про интерлекин-6 и то, что сейчас тестируют лекарства от депрессии третьей стадии. Интересно, что вы думаете. Видимо, у вас про связь интерлекин-6 и депрессия? Мне нужно про это почитать, я так сходу не скажу, какая там связь. Интерлекин-6, воспалительный цитокин и, ну как бы обычно все-таки при аутоиммунных заболеваниях применяется там в воспалениях. Вот, причем тут депрессия, надо смотреть. Еще раз спасибо тебе огромное. Спасибо всем, кто нас слушал. Запись нашей сегодняшней лекции будет потом доступна. Там в какой-то момент были технические сложности, то, что почему-то перестали на Ютубе перелистываться слайды, но мы это все пофиксим и выложим уже установленный вариант. Еще раз спасибо, Илья, тебе огромное, что ты нам столько времени уделил. Конечно. Спасибо всем. Приятного вечера. Спасибо большое за внимание. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok